Сегодняшний наш вебинар будет посвящен новым функциям, которые появились в подсистеме производства в версии 2.5.7. Не могу сказать, что уж совсем чего-то такое, но есть довольно интересные вещи и в чем-то может облегчиться действительно функционал. Что-то сделали логичнее. Те, кто уже был на моих вебинарах, вы примерно знаете, что будет происходить. Но на всякий случай напоминаю, сейчас я включу трансляцию, я перейду на нее. Все, что я буду вам рассказывать, я буду показывать на практике, на практическом примере. И по мере изложения я буду обратно переключаться сюда, буду смотреть ваши вопросы. Вы их задавайте, пожалуйста. По мере возможности я буду на них отвечать. В конце постараюсь ответить на все, но, естественно, в том случае, если они будут вписываться в формат вебинара, потому что иногда у нас такие вопросы, что они новый вебинар требуют, что у нас часто и происходит. Так, давайте я включу трансляцию. Работать мы с вами будем в демо-базе. Поскольку обычно этот вопрос задается, показываю, мы будем работать в демо-базе версии 2.5.7. 2.5.7 сборка 150. Вот, я уже в базе сделал несколько настроек, которые нам потребуются. У нас уже есть организация Орион, у нас есть соответствующие производственные подразделения, которые нам потребуются для работы. И, помимо этого, я ввел номенклатуру. У меня есть материалы, у меня есть полуфабрикаты и готовая продукция. И я для этих материалов настроил схемы обеспечения, чтобы у нас проще формировались этапы производства. Итак, что у нас поменялось? На самом деле у нас поменялась ресурсная спецификация. Она поменялась достаточно ощутимо. Давайте, наверное, значит, я уже когда обкатывал вебинар, я делал ресурсную спецификацию, но мы ее с вами вместе сделаем повторно, вот, чтобы вы понимали, как это теперь работает. Итак, мы с вами будем собирать продукцию, которая называется стол кухонный. Стол кухонный. И вот здесь называться она будет у нас тоже стол кухонный, версия 2. Вот. И первое, что бросается в глаза, ну, это изменение такое достаточно логичное, хотя и непривычное. Вот эти вот настройки, все то, что здесь вот было в подразделе параметра производственного процесса. Эти настройки просто перемещены в закладки производственных процессов. В общем-то, ничего не поменялось. Все абсолютно то же самое. Просто их вот с этой закладочки переместили на эту. Мне кажется даже, что это правильно. Как бы, многие настройки становятся более зримыми. Вот. Второй момент, который очень сильно поменялся. Смотрите. У нас поменялась очень сильно эта закладка. Производственный процесс. Дело в том, что теперь тот функционал, который раньше был в маршрутных картах, он целиком и полностью находится внутри ресурсной спецификации. И когда мы создаем вот эту последовательность этапов производства, то, что раньше называлось последовательность этапов, мы на самом деле здесь же будем видеть и этапы, и операции. Как вы видите, мы можем добавить этап, можем добавить операцию, но у нас всегда этап будет на верхнем уровне, а операция на втором уровне иерархии. У нас будет четыре этапа. Значит, первый этап изготовления основания. Значит, мы будем использовать 93-й цех. Напоминаю, что когда, если вы хотите использовать операции, вы в подразделении должны явным образом указать, что операции вы используете. Значит, в том числе материалы, выходные изделия. Все это указывается здесь. Ну, это было и раньше. То есть тут ничего не поведелось. Итак, давайте я еще вот так вот сделаю, чтобы понятно было. Изготовление основания. Добавляю этап изготовления столешницы. Так. Кстати, обратите внимание, вот это вот даже нигде не описали, вот, но мелкое изменение, но очень удобное. Теперь, когда вы добавляете новый этап, мало того, что ставится сразу новый номер этапа, номер следующего этапа ставится нулевой. Раньше долю на последнем этапе надо было руками исправлять. Ну, так чуть-чуть, но время экономит. Так, подразделение то же самое. Значит, добавляем этап. Третий этап сборка стола. и добавляем четвертый этап упаковка. Так, пока все идет логично. В принципе, вот это вот можно даже сохранить. В принципе, все, что нужно, мы указали. Мы здесь можем указать, что мы расходуем древесину, там, ну, неважно, 0 и 3 куба на первом этапе и там 0 и 2 куба на втором этапе. Вот так вот. Вот. Значит, пока, я думаю, у вас у всех никаких вопросов возникать не должно. Все как бы идет по лодике, которая не поменялась. Давайте посмотрю. Он меняется, Андрей, совершенно верно. Он меняется автоматически. Вы добавляете новый этап в предыдущем ставится номер того этапа, который вы создаете. Достаточно удобная вещь. Вот та самая мелочь приятная, которая может сэкономить время и уберечь от ошибки. Так, значит, давайте вернусь. Значит, и теперь давайте разбираться с операциями. Значит, вот здесь сразу возникает вопрос, что именно мы можем считать этапом, что мы можем считать операцией. Значит, вообще говоря, тут два правила. Этап, он, как правило, связан с переделом. Это не жесткое правило, но чаще всего делается именно так. То есть, по логике этап должен заканчиваться выпуском. Второй момент. Этап абсолютно необходим в том случае, если он в другом цехе. То есть, если вам явно надо передать что-то из одного цеха в другой, тут вы опять без этапа не обойдетесь. Хотя, программа не запрещает вам делать этап без какого-либо выпуска. То есть, можно делать и таким образом, но в этом случае, естественно, все должно оставаться в одном цеху, потому что иначе будет непонятно под чьим контролем вот это недоработанное изделие, которое сейчас с этапа на этап путешествует, в каком цеху оно находится. Вот, если в одном цеху, ну, можете делать этапы без выпуска, так тоже можно. но можно пойти и другим путем. Можно все-таки считать этап строго переделом, а если вы хотите что-то изменить внутри этапа, отметить, да, и отдельно спланировать, вот это вот можно расшифровать операциями. Значит, то есть, вы понимаете, что считать операцией, что считать этапом, но это в общем-то отдается на откуп разработчику и тут вопрос только в том, хотите ли вы включать вот этот дополнительный уровень контроля, вот, потому что каждая операция, если вы используете этот уровень, это дополнительный документ, который, ну, как-то надо сделать. вот, значит, обращаю ваше внимание на то, что в настройках производства у нас есть вот такая, сейчас пойду, вот, значит, вот такая, вот такой вот флажок, то есть, программа может проверять, оформили ли вы операции, а может не проверять, в этом случае у вас, соответственно, выпуск будет происходить, может происходить и без выполнения вот этих вот отдельных операций. Так, ну, у меня этот контроль включен. Так, значит, по сути, этап для передела продукции, это операция для учета труда, вот понимаете, Алексей, очень хороший комментарий, но вы не совсем правы, дело в том, что на закладке трудозатраты мы все эти операции можем перечислить именно как трудовые и отмечать их выполнение и, соответственно, фиксировать выработку, вот, операции, это все-таки немножечко другое, вот, хотя у меня были ситуации, когда я вот избавлялся от необходимости оформления этих операций за счет того, что, значит, операции фиксировались именно трудозатратами. Значит, Денис, да, вы правы, конечно, сейчас, значит, как программа с ними работает, я просто в это не углублялся, но, в принципе, да, в принципе, да, программа, в принципе, работает, ну, как сказать, по логике стакана, то есть, у нас вот есть некие промежутки планирования, и она эти промежутки планирования заполняет этапами. Может ли конкретно показывать программе на это отвечать в конце очень долго неэффективно, операции позволяют сформировать расписание, да, все правильно. Ну, Александр, к сожалению, вот иногда лучше так, ну, я постараюсь сильно не отвлекаться. Хорошо, давайте вернемся, значит, схему я покажу, давайте сейчас в сторону действительно не уходить, значит, добавим операции. Каким образом их можно добавить? Их можно добавить тремя способами, тремя, то есть, во-первых, мы можем прямо здесь указать, что вот этот вот этап у нас разбивается на операции. Скажем, ну, вот у нас будет операция распиловка, так, время выполнения, ну, какое-то поставлю, распиловка, добавить операцию фрезеровка, сейчас я не привязываю к рабочему центру, просто фиксирую, и добавляю операцию шлифовка. Шлифовка. вот так вот. Ну, вот я добавил операции, обратите внимание, что, в общем-то, здесь эти операции добавляются чисто символически, вот, то есть, мы здесь пишем просто, что они есть, и больше никакой информации тут не вводится. Значит, второй этап я намеренно пропущу, третий и четвертый. Значит, вот эти вот два варианта, они предполагают, что вы создали вот нечто подобное маршрутной карте до того, как начали создавать спецификацию. И вот это вот подобие маршрутных карт здесь тоже есть, это теперь называется технологический процесс. Ну, вот смотрите, технологический процесс сборка стола у меня состоит из трех операций. Установить, свинтить и проверить. Вот время, которое здесь указано, и вспомогательный материал, конфирмат, ну, кто не знает, это вот такой столярный винт, с помощью которого все и собирается. Значит, при необходимости трудозатраты тоже можно указать. И я могу, вот то, что я заранее забил сюда сборку стола, я могу просто взять и добавить как группу операций по шаблону. Вот я указываю сборку стола, и у меня сюда добавляются вот эти вот три операции. установить, свинтить и проверить. Значит, причем, давайте мы сюда вот перейдем, я обращаю ваше внимание, что конфирмат сразу же добавился в материалы, это автоматически сюда переносится. Раньше, если вы помните, необходимо было специальную команду использовать, чтобы заполнить эту закладку по маршрутным картам. так, значит, и теперь, и теперь, еще один вариант, значит, для упаковки стола я использую типовой технологический процесс. Давайте я сначала вам его покажу. значит, здесь у нас три операции, установка, резка, картон и склейка. И используется два вспомогательных материала, картон и скотч. В двух разных операциях. Значит, шаблон и технологический процесс это одно и то же, то есть, здесь они создаются совершенно одинаково. различие появляется, когда я добавляю это в этап. Добавляю типовой технологический процесс упаковки. Так. И вы видите, что у нас здесь появились опять-таки три этапа. Но разница состоит в чем? Когда вы добавляете группу по шаблону, вы добавляете именно что шаблон. Он поддается дальнейшему редактированию. Добавили, при необходимости можете что-то поменять. Если вы добавляете технологический процесс, он не изменен. Вы можете что-то изменить в настройках самого технологического процесса, например, коэффициент исправить. Но сами этапы технологического процесса вы не поменяете. Вот это первое отличие. И есть второе. Обратите внимание, что у нас картон и скотч не добавились в материалы. Зато ну вот давайте покажу. Смотрите. У нас появилось сообщение, что по технологическому процессу еще две позиции сюда будут добавлены. Редактировать мы их не можем. Нам просто сообщают о том, что они будут и не более того. Так, указываю статью калькуляции, устанавливаю статус действует. Да, ну вот это вот чисто уже мои вещи. Обратите внимание еще на одну, на один момент. Значит, у нас как только мы начинаем добавлять операции на закладке материала работы появляется колонка операции, в которой мы можем указать операцию, в которой будет использован этот материал. Не только этап, но и операцию тоже. Установить статус действует. Все, значит, это мы сделали с вами. По ресурсной спецификации есть какие-то вопросы? Давайте посмотрим. Так, да, можем указать количество повторов, Алексей. Материалы, да, вы сейчас это увидите. Почему нормы не берутся из-за ресурсной спецификации? Александр не совсем понял ваш вопрос. Давайте продолжим работу. Создадим заказ на производство. Создаем новый заказ на производство. Орион, операции, добавить вот этот. Поставим там три штуки. Версия вторая, все правильно. Выпуск мы будем делать на основной склад. Запускаем производство. идем в управление очередью заказов. Вот он наш заказ. У нас этапы пока не сформированы, давайте это сделаем. Сформировать этапы производства. ну как вы видите они сформировались без каких-либо проблем. И давайте посмотрим что у нас теперь здесь есть. Итак, первый этап изготовления основания. Мы берем древесину. Вот выпуска у нас здесь не будет. Никаких промежуточных полуфабрикатов я делать не стал. Поэтому давайте запустим начат. Обеспечение отгрузить. И передадим материал в производство. Это можно сделать прямо отсюда. значит обратите внимание к операциям по данному этапу мы можем перейти не только через соответствующее рабочее место производства выполнения операции. Мы можем это сделать прямо отсюда вот через этот значок. У нас есть три операции давайте я сразу же буду отмечать выполнение напоминания напоминаю что без выполнения операции у нас ничего дальше не продвинется этап у нас закрыть не будет возвращаемся закрываем этап второй второй этап отмечаем начало выполнения перейдем передаем материалом передаем материалы если если вы помните я по данному этапу не создавал операции и программа мне ничего на это не возражает сказать хочу операцию указываю хочу нет они не обязательно посмотрим вот этот вот этап сборка стола здесь от нас требует только конфирмат давайте поставим начат поставим обеспечение отгрузить и передадим материалы здесь у нас есть операции и вот их мы должны с вами закрыть выполнение ну и наконец четвертый этап тот по которому у вас были вопросы так давайте откроем посмотрим обеспечение как вы видите вот эти вот две позиции которые нам не показывали в ресурсной спецификации они здесь тоже присутствуют то есть с этим у нас все нормально в ресурсной Так. И смотрим операцию. Все. Передаем выпущенную продукцию. И закрываем последний этап. Вот. Ну вот, в принципе, мы с вами прогнали пример с использованием операции, как это выглядит в новом варианте. Так, значит, вот это вот первая половина того, что я хотел вам рассказать. Так, 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 давайте последовательно будем смотреть. Так, материалы я показал добавятся. Не в ресурсную спецификацию, а в документы выпуска. Евгений, извините, не понял. Можно ли описать связь заклада трудозатраты операций этапов производства? Значит, смотрите, вот в рамках данного вебинара мы с вами разбирали только те отличия, которые появились у нас в новой версии. Значит, у нас по операциям и по операционному планированию вебинара будут. Вот. Особенно если вы подтвердите, что они нужны. Но, видимо, уже после Нового года я планировал сделать. Там поподробнее будем разбираться. Про настройки при формировании этапов, Денис, уточните, при каких настройках речь. Может ли у этапа 1 и у этапа 2 быть одинаковый следующий этап? Да, может, у нас был вебинар, нелинейное производство, по-моему, это называлось. И я там рассказывал про вот этих вот всех вариантах ветвления, которые у нас существуют. Посмотрите, пожалуйста, в записи. Он должен быть у нас на сайте. Вот. Там можно даже параллельные процессы запустить. Вот. Да, вот это вторая часть. Денис, сейчас будем разговаривать. Там можно, Елена, параллельные процессы запустить. Там их сводить, разводить. То есть там интересные возможности есть. Так, хорошо. Значит, давайте теперь вторую часть с вами разберем. Вот. Здесь у нас будет разбираться немножечко другая ресурсная спецификация. Значит, ее я вам просто покажу. Значит, точнее говоря, тут у нас даже три ресурсные спецификации. Значит, у нас есть вот такая вот сущность столик кофейный. Производственный процесс у нас всего из одного этапа и идет сборка столешницы столика кофейного и ножки столика кофейного. Столешница четыре ножки равно один столик кофейный. Значит, столешница и ножки производятся по соответствующей спецификациям, которые у нас тоже здесь есть. Вот, спецификация на ножку. Ну, все опять-таки примитивно. Древесина. Значит, у нас ножка производится. И столешница столика кофейного. Древесина. Один этап. То есть, в принципе, в принципе, к чему я все веду. Если мы создадим заказ на производство. По-моему, это вот этот заказ. Столик кофейный пять штук. И в соответствующем цехе сформируем этапы. Ну, на самом деле, давайте проверим. Вот он. Это столик кофейный. Я тут уже формировал. Давайте я помечу на удаление. Вот. И сформирую этапы заново. Значит, пока ничего здесь ставить не буду. Внимание, вопрос. Сколько этапов у нас сформировалось? Правильно, три. Значит, считать все умеют. У нас этап общий на сборку. И у нас отдельные этапы на изготовление столешницы, изготовление ножки. Ладно. Помечу на удаление этап производства. И покажу вам одну вещь. Смотрите. Если мы сейчас посмотрим ведомость по товарам на складах, мы увидим, что на основном складе, а у нас в этапах используются в соответствии с настройками везде, именно вот этот вот склад. У нас на этом складе уже есть ножка стола кофейного, который я сделал за скобками. Еще при подготовке вебинара. Соответственно, естественный вопрос. Зачем нам их производить? И в предыдущих версиях вот эта вот проблема, она решалась только одним способом. Нам надо ставить, не производить по спецификации, а нам надо ставить, обеспечивать, и потом отдельно формировать заказ на производство ножки. То есть надо было делать именно так. Сейчас можно сделать по-другому. И тут вступает в действие именно та настройка, о которой я хотел поговорить. У нас полуфабрикаты допускают установку вот этой галочки «Не производить при наличии на складе». Что у нас сейчас произойдет? У нас сформировалось только два этапа. Почему? Потому что программа посмотрела складские остатки и поняла, что вот эту вот ножку столика кофейного, она может не обеспечивать, а просто взять и тупо зарезервировать из имеющихся. Вот опять, в общем-то, мелочь, но, на мой взгляд, может очень здорово облегчить процесс планирования. Так. Так. Значит, смотрит она все еще только один склад, увы. Да, значит, если она не знает, какой склад смотреть, ничего у вас не будет, к сожалению. Так, значит, давайте по поводу маршрутов. Здесь у нас был уже вопрос. У нас существует такое понятие, как схема обеспечения и для ножки, и для столешницы. Установлена схема обеспечения полуфабриката. Кстати говоря, когда вы будете, значит, во время экзамена, например, на специалиста, такая проблема часто появляется, значит, когда вы будете устанавливать схемы, вы не забывайте о существовании вот этой кнопки изменить выделенные. Она позволяет любой реквизит изменить пакетно. Сразу же у всей выделенной номенклатуры. Да. Так вот, значит, что здесь самое главное? На закладке производственное подразделение я указал, что материалы, у которых, ТМЦ, у которых установлена вот данная схема обеспечения, они должны браться вот с этого склада и, соответственно, выпускаться на этот склад, на основной склад. Ну, в общем-то, вот это вот основная настройка, которую я здесь использовал. Увы, Владимир, там только один склад можно указать. Все остальное только через перемещение вы создаете там потребность на одном складе, потом перетаскиваете с другого. Так, значит, давайте, чтобы не путать сразу же объясню, что для чего. Значит, смотрите, когда вы создаете этапы производства, для чего вам нужны вот эти вот настройки. Значит, резервировать, резервировать, это, значит, сразу же будет обеспечение резервировать поставлено в соответствующих этапах. Программа при возможности, конечно, постарается зарезервировать под данный выпуск необходимые материалы. Использовать обособленный запас, ну, значит, в том случае, если у нас идет выпуск под назначение, и назначение это не этап, а там какие-то более сложные схемы, там под направление деятельности, вот в этом случае можно указать, что надо использовать обособление. Заменять на аналоги, я не помню, я это показывал в одном из вебинаров, значит, заменять на аналоги, это настройка, которая требует от программы следующая, она смотрит, это не в последней версии, это раньше было, там, по-моему, в 2.5.6 уже такое было. Программа смотрит, есть ли TMC указанные в ресурсной спецификации на складе, если их на складе нету, программа при установке этой галочки попробует поменять их на аналог. То есть, сразу у вас уже в этапе будет стоять другая строчка. Значит, то же самое, если полуфабрикат используется, тут тоже можно включить замену на аналог. Вот эти вот галочки, ну, они тоже были раньше, тут ничего нового нету. Значит, вы обратили внимание, вот после того, как я сформировал этапы, у меня появился вот такой вот значок планировать график, то есть, программа показывает, что настройки этапа корректны, и мы можем уже планирование осуществить. Ну, здесь программа сразу же запланирует при создании этапа. Вот и все. Значит, задействовать резерв доступности. Мы задаем резерв доступности в настройках рабочих центров. Это вот такой резерв главного командования, который можно использовать в случае необходимости. А в нормальной ситуации программа этот резерв не учитывает. Передать этапы к выполнению, устанавливать статскую выполнению. Это просто. Так. Так, плюс один. Да, ну, не знаю, что вы имеете в виду. С цеховых кладовых нет. Значит, с цеховых кладов... цеховые и кладовые, они тоже должны быть указаны в схеме обеспечения. Тут автоматики не будет. Да, может быть, несколько, безусловно. Другое дело, что вот прошлый у нас вебинар был производства без заказа. Вот там программа, она норовит по умолчанию кладовую поставить, если не указано другое в схеме обеспечения. Так, значит, ну, у нас чуть-чуть времени еще есть. Значит, еще один момент по изменению, который я хотел вам показать. Немножечко у нас поменялся такой документ, как разрешение на замену материалов. Значит, так, секунду, вот тут я немножечко неправильно сделал, давайте поправлю. Второй сорт вот так вот сделаем. Так, значит, в чем отличие? У нас появились дополнительные возможности по ограничению сферы действия разрешения. Значит, смотрите, у нас теперь так, эксплуатировать надо. вот, туда полез. У нас теперь можно не только по номенклатуре характеристики и по спецификации ограничить действия разрешения на замену. Это ограничение может касаться еще и одного отдельно взятого этапа. то есть можно вот так вот сузить область действия этого разрешения. Так, давайте я поставлю. Вот, и еще один момент. Так, сейчас смоделирую. При подборе аналогов при подборе аналогов у нас появилась возможность ну, несколько ширин подходить к этому процессу. Появились дополнительные фильтры, то есть мы можем заменять не только полное количество из документа, но и заменить только отсутствующие на складе, заменить отсутствующие на складе и в графике, то есть чуть-чуть увеличили дибкость и логичность работы этого функционала. Так, ну, вот, значит, это все. У нас, напоминаю, что будет еще один вебинар по производству, но он уже будет касаться расходов. Дело в том, что немножечко по-другому теперь подошли к формированию расходов, там немножечко другой подход к распределению, не принципиально, но, как бы, используются чуть-чуть другие настройки. Вот это вот в ходе следующего вебинара я и планировал вам показать. Так, вопросы. А, подгрузка внешних данных, да-да-да-да-да, прошу прощения. Значит, ну, я думаю, здесь у нас без особых проблем все пройдет. Так, давайте я вот это что возьму. Значит, в принципе тут ситуация только одна, да, у нас появилась новая кнопка с функционалом, который был в других документах, значит, который позволял подгрузить внешние прайс-листы из Excel. Выводится вот такая вот табличка, да, вот. И вы из внешнего файла, но чаще всего из Excel, можете сюда перенести данные для того, чтобы заполнить вот эту табличку материала. Вы можете перенести просто копипасту. Ctrl-C, Ctrl-V. Выделили табличку в Excel, перенесли ее сюда. Ну, чем-то это ускоряет процесс разработки. ну, это вопрос привычки. Вот. Либо вот так вот. Можете просто загрузить таблицу из файла, но тут есть ограничения, поэтому сначала я вам советую сохранить бланк в Excel или там в другом файле. Этот именно бланк редактировать и заполнять и потом его загружать. Ну, в общем-то, вот такая вот дополнительная сервисная функция. Раньше разрешение с ограничениями по ресурсной спецификации не отражалось в плане закупок. вы знаете, там вы имеете ввиду замены, Владимир? Значит, вот смотрите, там чуть-чуть другой механизм работает. Вот. Значит, по-моему, это тоже у нас в каком-то вебинаре было. Значит, можно использовать вот эту вот колонку применение материала. И вот вот эта вот настройка по умолчанию, потребованию, вероятность, она программной может быть использована при формировании потребности. Причем там программа, она в настройках планирования позволяет использовать при стратегии использования вот этой вот настройки. по плановым калькуляциям была у нас отдельный, был у нас отдельный вебинар, там можно посмотреть. Значит, принципиальных отличий, насколько я знаю, в новой версии нет. В плане автозаполнения по формулам Дмитрий у нас запланирован вебинар по параметризации ресурсных спецификаций. Вот там и посмотрим. Для одного склада несколько способов обеспечения нет. Увы, нет. Хотя, ну, возможно, к этому придем, потому что ну, вопрос такие есть при внедрениях. Многим не хватает, приходится выкручиваться по-разному из этой ситуации. увы. Ну, дело в том, что вот этот механизм, который используется в программе по умолчанию, он предполагает автоматизацию формирования заказов. Ну, а если у вас нету определенности, откуда вы получаете тот или иной материал, какая тут может быть автоматизация формирования. Ну, да, Алексей, совершенно верно. Логику придется дописывать. Ну, вообще, я вам хочу сказать, что вот хотя в итоге 1С она так доработала до достаточно достойного, на мой взгляд, уровня, вот вот эту систему обеспечения, значит, то, что существует сейчас, в принципе, позволяет реализовать практически все вот эти вот хрестоматийные системы управления товарными запасами, которые вы там можете встретить в учебниках. Вебинар на эту тему нет, но у нас на сайте есть серия статей, которые я писал на эту тему, там 3, что ли, или 4 статьи, в которых я там показываю, какие настройки надо сделать для реализации того или иного, той или иной модели пополнения запасов. Не отвечу. К сожалению, не планировать, если есть остатки, но настроить это можно, явно такой галки, насколько я помню, нет. Настройками, да, можно отрулить, конечно. У нас система планирования, она позволяет очень гибко подойти к процессу и много чего туда, много чего сделать, в том числе там, особенно, если вы еще дополнительные реквизиты добавите, там, варианты, очень интересные получаются. По параметризации, да, мы уже запланировали, там, я думаю, в ближайшие несколько дней появится анонс, будет определено, когда будет определено, когда будет этот вебинар, но, скорее всего, это декабрь. так, нахладки вопроса, ой-ой-ой, так, можно чуть-чуть заострить внимание на пункт 4 программы вебинара, пожалуйста, внешних данных, но я показал, да, где это, вот, ну, вообще говоря, я не знаю, тут больше, по-моему, показывать нечего, ну, вообще, Ирин, может быть, имеет смысл для какой-то микро статьи, тема вот эту взять и рассмотреть ее, в первом этапе, ну, это я ответил, да, следующий этап, там, автоматом меняется, как теперь работает аналогичная ресурсная спецификация, когда нет основной, ну, основной в принципе нет, у нас был, был недавно совершенно вебинар, который был посвящен только этому вопросу, я рассказывал, как теперь определяется основная ресурсная спецификация, программа ее рассчитывает по своим правилам в каждом отдельном случае, вот, один из предыдущих вебинаров, посмотрите, пожалуйста, по-моему, так и называется, как определить основную спецификацию, как работает функция не производить, если есть на складе, ну, показал, да, Денис, да, будет, будет такой вебинар, вот, я на самом деле, ну, немножечко, может, себя похвалю, вот, значит, практически все вот эти вот вебинары, которые я вам показываю, это часть книги, там, практикума по планированию в 1СРП, вот, то есть все то, что я вам показываю, это то, что я там отписал, вот, сейчас я как раз пишу следующий раздел, он связан с планированием ПРЦ, правда, теперь мне еще придется переписать первые разделы, там, под новую версию, ну, как-то сделаю, я думаю. А фиг, я знаю, это я в день, вот, вот, буду думать, если там через 1С не удастся ее сделать, ну, значит, может быть, как-то выложу в сеть, посмотрю. Износ, износ, ну, это уже подсистема ремонтов, ну, интересный вопрос, значит, может уже по подсистеме ремонтов назрел какой-то вебинар, вот, я что-то уже делал, ну, там такой был общетеоретически, я рассказывал о концепциях ремонта, ремонтов, которые у нас существуют, может, имеет смысл сделать какой-то практичный вариант. Ну, вообще, я вот хочу сказать, что, конечно, в том, что касается ТАИР, технического обслуживания, ремонта, вот, возможности водяная с РП, они, конечно, не полные, вот, там есть очень много вещей, которые не учли, вот, особенно если мы там ориентируемся на современные концепции, вот, поэтому тут у 1С есть большой простор для доработок. там, я боюсь, Евгений, что прямой зависимости от количества не получится, то есть, это можно, конечно, фиксировать, но это придется делать просто отдельным документом. Вот, ну, можно, конечно, придумать вариант автозаполнения, но это доработать придется. Кстати, да, там вот в ремонтах появились определенные сложности, там, даже мои коллеги в них вылипали, потому что там 1С отключила часть функционала, там, сделала его, как бы, немножечко с другой стороны, вот, поэтому здесь, конечно, надо будет обновить это все. Я подумаю по поводу ремонтов, постараемся сделать. так, ну, все тогда. Спасибо за внимание. Если вопросов больше нету, до встречи. У нас теперь через неделю, по-моему. Значит, следующий вебинар по статейным расходам. Жду вас там. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова